Здравствуйте, уважаемые коллеги! Давайте продолжим наш учебный день. Сегодня у нас с вами будет такая тема, посвященная одному из вопросов боли. Очевидно, что нас интересуют различные проблемы, но с учетом того, что пандемия пока еще продолжается, некоторые аспекты мы должны отслеживать и относительно этого обстоятельства. Итак, сегодня речь пойдет о лечении боли в спине в условиях пандемии COVID-19. Ибн Сина говорил следующее о том, что у тебя болит живот, больному, говори, здорово не поймет. Поэтому, конечно, в проблеме боли это очень важный принцип. Несколько слов, опять же, вводных. Мы знаем, что боль это ощущение, то есть субъективное отражение реальности, а значит это в целом неподтверждаемая жалоба. И относительно самого пациента это индивидуальное страдание. В то же самое время мы, врачи, понимаем следующее, что боль это сигнал, сигнал о какой-то проблеме, неприятностях. Из-за этого сигнала мы получаем информацию от больного о том, что что-то происходит, какая-то проблема. Ну, здесь вот есть свои особенности, которые заключаются в том, что боль это может быть оценена только субъективно, то есть только лишь сам нам пациент может сказать, больно ли ему, насколько это больно. Ну и, наконец, понимание патогенеза это наиважнейшая часть нашей деятельности, нашей работы. Если мы понимаем, что за вариант болевого синдрома имеется у пациента, тогда нам, конечно, легче помочь этому пациенту. В том случае, если нет понимания, то мы начинаем решать эту проблему у пациента, заниматься его лечением не совсем правильно, не совсем логично, а отсюда и, конечно, плохие результаты. Для того, чтобы мы оценивали достаточно правильно все, имели возможность правильно все оценить, конечно, в помощь нам нужны, в помощь нам имеются фундаментальные представления, сегодня все хорошо раскрыто, ну а клиническая интерпретация важна, исходя из опыта. И вот при совмещении вот этих двух представлений мы получаем уверенный результат. Механизм боли нам хорошо сегодня известен, сегодня они, опять же, представлены. Все это известно нам из данных литературы, никаких своих пока умозаключений в этом отношении мы не делаем. Это достаточно сложно, для этого требуется высокий уровень исследований. Тем не менее, мы, в общем, несмотря на то, что это все достижения наших коллег в хорошо оснащенных лабораториях западных стран, но мы в этом все равно хорошо ориентируемся и знаем эти механизмы, а главное, знаем, каким образом они должны быть интерпретированы и инкорпорированы в нашу деятельность. Вы видите механизм ноцецепция, просто еще раз о таком наиболее важном, выполняет сигнальную функцию, которая, в принципе, нам нужна, в принципе, именно человечеству. Каждому человеку нужна сигнальная функция. Ноцецептивный импульс появляется в том случае, если появится супропороговое раздражение, оно может быть температурно, это либо слишком тепло, либо слишком холодно, либо на растяжение тканей, где имеются рецепты растяжения, вплоть до нарушения целостности, или ишемии. Вот, собственно говоря, наверное, такой круг очерчивается проблем, в результате появления которых появляется болевое ощущение, как сигнальная функция. А вот остальные виды боли, это все дисфункция нервной системы, и по-разному можно подходить. Например, воспаление. Воспалительная боль вроде бы очень похожа на такую ноцецептивную, функциональную, физиологическую даже боль, но нервная система все-таки подвергается как бы изменениям, а значит мы должны говорить о том, что это все-таки дисфункция нервной системы в подавляющем большинстве случаев времени. А в каких-то случаях эта боль годами, в общем, заставляет страдать пациента. Ну и все другие механизмы, о которых мы там уже говорили, это и центральная слизизация, и варианты десантибирования периферической, центральной, это и появление ложных синапсов. В этом смысле они все являются дисфункционерной системой, и все требуют нашего внимания. Пациенты требуют лечения, соответственно, но мы должны, в общем, знать, что это такое. И все-таки к боли в спине. Боль в спине – это одно из наиболее частых состояний. Действительно считается, что практически каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал такое ощущение неприятное в спине, как боль. Наверное, есть индивидуи, но все-таки, которые не страдали от боли. Официально же, по данным литературы, считается так, что приблизительно до 85% населения страдало хоть раз от боли. Это данные уже эпидемиологического исследования. При этом 90% из тех 85, о которых я уже вспомнил, жаловались на боль в спине неоднократно. То есть, если боль в спине когда-то появляется, то она может и вероятнее всего, судя по статистике, появиться еще раз. То есть, механизм, который был изначально запущен, он может сработать несколько раз. Есть данные о том, какие факторы риска существуют для развития хронической боли. Эти факторы риска на можно обращать внимание при первом обращении к врачу. Хотя боль в спине это нейрологическое заболевание, но мы говорим о том на сегодняшний день, что все-таки проблема боли, лечение хронической боли требует вовлечения специалистов по этой проблеме. Потому что здесь нужна специальная подготовка. Но первичный врач все-таки это либо врач общей практики, либо невролог. На что нужно обращать внимание? Ну, вот по мнению Джарвика и с авторами, это женский полуафриканская раса и латиноамериканский регион и низкий уровень образования. Совершенно эти очень такие широкие, широко вовлеченные получается популяции людей, которые имеют более высокий риск развития хронической боли. в спине. Поэтому, ну, пока на таком уровне нам сложно вообще ориентироваться. Получается, если женщина оборотилась или человек, не получивший высшее образование, он уже должен рассматриваться как потенциальный человек с потенциальным потенциалом развития хронической боли. Ну, как с этим быть, мы еще пока не знаем. Давайте посмотрим на другие данные эпидемиологии. пожилые люди страдают, страдают часто, несмотря на то, что в физиологическом смысле они должны вроде бы меньше, в меньшей степени страдать от боли. Тем не менее, исходя из опыта, если пациент болеет, именно имеется болевание, не важно, какой у него возраст, эта боль может быть достаточно существенной и даже сильной. Ну, есть вот данные по пожилым людям. Наверное, я все-таки сегодня не буду останавливаться, хотя это определенный пласт работы достаточно большой. Часто встречается боль в спине у пожилых людей. Определение. Хроническая боль в спине это боль в спине, которая продолжается больше шести недель. Так уж мы сегодня с вами договорились и обращаем внимание, что, естественно, никакие механизмы не изменились с переходом на этот срок за шесть недель. Ни какие-то еще процессы, которые, может быть, сейчас, мне легко вспомнить, не происходят прямо вот на этом уровне, на уровне шести недель. Нет, дело в другом. Дело в том, что мы должны несколько изменить наши тактические, а может быть, даже стратегические какие-то решения. Если боль такая, боль в спине за шесть недель не подвергается саногенезу при каких-то вмешательствах относительно простых, то дальше уже, конечно, требуется интервенционное лечение, может быть, даже где-то хирургическое, о чем нужно сообщать и пациенту, а это очень важный аспект. Пациент должен быть хорошо информирован о своем заболевании, о своем прогнозе, и тогда у нас с вами меньше проблем. на самом деле, на самом деле, также указаны эти источники боли. Если мы говорим о боли в спине, то это вопрос не самый ответ на него, не самый легкий, потому что место поражения, место источника боли нами не визуализируется, если мы осматриваем нашего пациента. все это достаточно глубоко и глубоко настолько, что даже только лишь такой общий прием, как пальпация, может нам дать какие-то представления. Что касается жалоб, то они, как говорят, не специфичны. В каком смысле не специфичны? Пациент не может указать какую-то специфичность этих жалоб, чтобы мы более-менее четко сказали, а, вот это источник такой или другой. Да, есть радикулярная боль, она как раз наибольшую специфичность имеет, но кроме корешков и спинномозговых нервов, источником боли может быть межпозвонковые диски, связочный аппарат позвонков, осеточные суставы, высокоподвижные сочинения капсул этих суставов, поверхностные глубокие мышцы спины и их сухожильный аппарат. Вроде бы не так много чего перечислил, но если представить, что этих структур, если перечислять через запятую, то достаточно много, чего только взять короткие мышцы спины, которые, например, располагаются между поперечными отростками. Сколько сегментов, столько будет таких мышц. И каждая из этих мышц может быть источником, поэтому можно себе представить, насколько это все проблематично, так вот ответить, а что же является источником. На представленном слайде вы можете увидеть принципиальную схему позвоночно-двигательного сегмента, так называемого. Здесь мы видим сами позвонки хорошо визуализируются, дальше межпозвонковые диски, связочный аппарат, вот в этом месте выходят корешки, образуясь мозговые нервы. Ну и вот это все может действительно оказаться в зоне воспаления, что чаще всего в зоне травмы или посттармак, а потом воспаление, может быть и бывает в случае инфекционного воспаления, заболевания онкологические, доброкачественная опухоль может быть, ну вот наверное таким вот образом может быть какие-то еще извне воздействия могут быть. Что касается классификации боли в спине, одна из них вот здесь представленная, опять же до какой-то степени она нам может в общем так иначе разъяснить, что это за проблема. Ну вот выделяют простая механическая боль, смотрите с чем она характеризуется. Интенсивность зависит от положения тела, от нагрузки, от времени, от терапии. Невозможно установить источник боли, вот таким образом формулируется, потому что источников много и какой конкретного пациента, да, это действительно вопрос. Имеет несколько компонентов, то есть может быть и источников несколько, поскольку воспаление может быть достаточно широко, распределено и вот из-за этого образуется вот этот симптомокомплекс. Первая строчка, точнее первые две зачеркнута, не может быть связана с каким-либо патологическим процессом. Ну, здесь давайте мы критически отнесемся к этому заявлению, потому что ну, если боль возникла, там, наверное, просто какой-то эпизод, это может быть в результате какого-то эпизода, например, растяжения мышцы, до некого предела без разрыва, то есть без повреждения, но интенсивность растяжения была такова, что появились болевые ощущения. Боль проявила свою сигнальную функцию, функция сработала, но это все-таки редкость, тем более, если боль задерживается не только на момент растяжения, не только на момент какого-либо воздействия, а дальше продолжается, тут сложно говорить, что нет патологического процесса, ну или простая механическая боль, это другой вариант ответа, это очень нечастая история. Что в ряде? Радикулярная. К радикулярной боли приводит диск, радикулярный конфликт, вот боль в спине не так давно в общем-то ассоциировалась исключительно с этим процессом, должно быть какое-то изменение диска в виде грыжевого образования, в виде протрузии, который буквально сдавливает нервную структуру. Вот тогда вроде бы все нам в кавычках естественно говорил эту фразу все нам понятно, ничего не понятно. Но это действительно не так, потому что ведущую роль и это было определено не то, что впервые, но вот было четко сформулировано это представление в 1951 году. С тех пор много воды утекло, но привыкли мы к мысли о том, что все-таки не только дискорадикулярный конфликт может вызывать радикулярную боль, не так давно, потому что воспаление оно завязано, конечно, обычно на межпозвонковом диске, но не только связано с этим. При этом отмечается сегментарное распределение в каком-то дерматоме бывает такая ячеистая размещение болевых ощущений, но все-таки в каком-то дерматоме. Ну и нередко неврологические расстройства того или иного вида, то есть могут быть сложные, тяжелые, могут быть сравнительно простые, просто изменяются какие-то ощущения. патологическая боль с серьезными последствиями, то есть могут, опять же, покритикуем немножко саму по себе авторов этой классификации, везде есть патология, безусловно, но вот серьезные последствия, что такое, да, здесь, конечно, обращать внимание, это замечание. Речь идет об, ну, на первом месте все равно мы говорим об онкологическом заболевании. Метастазы в позвонке сравнительно часто встречаются при злокачественных новообразованиях, поэтому вот это очень важно распознать эту причину. Принципиально разница в подходах лечения настолько существенна, более того, лечение не онкологической боли в спине, оно в своей схеме может содержать такие приемы, такие методы, которые противопоказаны при наличии опухоли, поэтому здесь очень важно разложить это по своим полочкам, разделить эти два состояния, конечно, вот эта онконастороженность, она должна всегда присутствовать при наличии болевого синдрома хронического характера. Очень неприятно вспоминать те случаи, когда когда пациента лечили от доброкачественного предположительно заболевания, которое сопровождалось вроде бы болью спине, оказывалось злокачественная опухоль, которую мы прогревали, массировали, ну, какое-то воздействие делали, которое скорее всего даже способствовало росту этой опухоли. Помимо этого, конечно, остеопородические переломы у лиц взрослых, пожилых, точнее даже, лиц старческого возраста, у молодых лиц, которые принимают глюкокортикоиды, ну, или болезнь Кушинга, у которых имеют место, здесь нужно быть тоже очень внимательным, поскольку принципы лечения немного отличаются от лечения радикулярной простой механической боли, здесь нужно предпринимать и даже обследование проводить достаточно специфически. Ну, синдром конского хвоста, вторичный, понятное дело, синдром, все равно должно что-то происходить, может быть, не только синдром конского хвоста, давление на позвоночник какой-либо ткани, скажем, фиброзной, даже при стенозе, может быть и на уровне шеи с миеломаляцией, мы должны помнить, это тоже нельзя пропустить, поскольку миеломаляция и возникновение болевого синдрома в результате миеломаляции это инкурабельное состояние, боль с пациентом останется навсегда и ничего мы сделать не сможем, поскольку она будет центральной, боли, отсюда и очевидно, что методы диагностики, визуализации тем или иным образом обычно речь идет о МРТ, ну или компьютерной томографии, должно быть все-таки выполнено вот коностороженность и вот такой стеноз, это очень стеноз позвоночника канала, это очень такие серьезные заболевания, требующие своего подхода, а главное нельзя не знать об этом или что-то лечить. энкозисцеральная боль, маскирующаяся под патологию позвоночника, то есть это заболевания каких-то внутренних органов брюшной полости или забрюшенного пространства с радиацией боли в область спины, тогда можно действительно что-то не то, что напутать, а вот неверно интерпретировать или жалобы или состоять. что здесь может быть? Это расслаивающиеся анемизма аорты, острый коронарный синдром, конечно, редкость, но все равно бывает, ну и, наконец, панкреатит, не всегда проявление на отражение идет на переднюю брюшную стенку, а иногда и сзади. Таким образом, очевидно, что здесь лечить нужно не боль в спине, а основное заболевание, и опять, главное, не потерять время на лечение боли в спине. Несколько слов о современных тенденциях. Все-таки мы сейчас с вами вспомнили кратко, что такое боль в спине, каким образом нужно объяснять развитие этого заболевания, ну а отсюда потом и лечить, естественно. Наука и практика не стоят на месте, давайте посмотрим, что, какие интересные замечания сделаны за последние годы в литературе. Ну вот, что особенно важно по нашему мнению. Выявлено, что тактические решения при лечении боли в спине очень вряд ли. И действительно, наши пациенты, если приходят к нам с такой жалобой о боли в спине, при не очень эффективном предшествующем лечении, они описывают следующий факт. К одному врачу пришел одни препараты, к другому другие методы препараты, ну и еще что-то. Естественно, что раз это было неэффективно, то, наверное, не оптимальные методы лечения были предложены и использованы. Это тоже очередный факт с этого всего. Как быть, как к этому относиться? С одной стороны, вроде бы, наверное, сделана какая-то ошибка, раз неэффективно лечения. С другой стороны, не все могут похвастаться хорошим оснащением, просто вынуждены лечить, может быть, не самыми эффективными методами. Но наиболее важное, что лежит в основе вот этого первого тезиса, который на слайде представлен, это все-таки нечеткое соблюдение тех клинических рекомендаций, которые на сегодняшний день не существует. Ведь клинические рекомендации, они, в общем, создаются для того, чтобы выделить наиболее четкие методы, на фиоле эффективные методы, а дальше уже по нисходящей, ну, где-то даже вспоминаются методы, которые как бы и неэффективны. Но раз они используются, все-таки какой-то ответ, пусть будет плацерба, но он существует для ряда пациентов, что-то здесь может быть положительным. С этим надо быть аккуратным. Итак, у нас есть клинические рекомендации, которые содержат в себе данные о наиболее оптимальных методах лечения. И это нужно обязательно учитывать. Коллеги, обращаю внимание, что авторы здесь Европа и Северная Америка. Поэтому вроде бы, а где должны соблюдаться клинические рекомендации и получать наиболее хорошие результаты, как не в этих развитых общем странах. Но нет, и там дела обстоят достаточно посредственно вот по именно этой причине. Обращение к специалисту осуществляется. Это проблема. Следующий тезис он говорит о тех проблемах, которые выделяют авторы статей, вышедшие из экономически развитых стран. Смотрите. Обращение к специалисту по лечению боли происходит по желанию пациента. То есть фактически это настроенность пациента найти врача, который в боли понимает особо хорошо. Очень редко отмечается, что при том, что хорошо работает в клинике в жизни обучение пациентов, то есть пациенту нужно объяснить, как себя вести, как жить в условиях, если периодически возникает боль в спине. Так вот, при доказательстве того, что это очень эффективно, обучение предлагается откровенно редко, по мнению авторов тех статей, которые здесь указаны. чаще всего предлагаются и очень быстро взмах руки происходит, а пожалуйста, опиоид, ну не сильные конечно, речь идет о травмодоле, который в Соединенных Штатах Америки вообще опиоиды выписываются очень и очень легко, и несколько десятилетий в общем аспиоиды лежали в основе фактически болевого синдрома, лечения болевого синдрома, в том числе и боли в спине. болит спина будет вопрос первый соглашайтесь ли на операцию, если нету пожалуйста вам пиоиды и вы свободны, вы можете приходить только за рецептом. То же самое происходит в Европе и те пациенты, которые приезжают, обращались к нам по крайней мере в медицинские центры университета имени Мечникова рассказывают о том же самом, пожалуйста, либо операция, либо опиоиды, вот такой вариант предлагают, но НПВС только лишь 7 дней в острую фазму. Хорошо, опиоиды и томография та или она МРТ, КТ назначаются чаще чем необходимо, да, в самом начале томография безусловно нужна. Онконастороженность и заболевания и боль не связанная с заболеванием позвоночника нужно отделить. А все остальное, повторные какие-то исследования очевидно, что за месяц, если там нет какого, не было травмы за этот месяц и не было онкологического заболевания, которое может прогрессировать, то в общем смысла повторять нет, за это время мало что может измениться, ну там полмиллиметра грыжа туда или обратно в результате лечения или еще что-то, все, что можно найти. Наконец, нефармакологические методы используются также неоправданно редко, куда относится лечебная физкультура. Где-то в 90-х годах вышла статья, в которой сказано было, что лечебная физкультура правильный комплекс, конечно, эффективен так же часто, как хирургическое вмешательство. Но речь идет о том, что хирургическое вмешательство может быть выполнено неправильно, не в те сроки и в неудобных каких-то условиях. Поэтому действительно 50% эффективности, как это вторая половина 90-х годов, статью я сейчас авторов не вспомню, но были данные о том, что 50% эффективность хирургического лечения, такая же частота эффективности лечебной физкультуры при болезни. То есть об этом нужно не то, что не забывать, а даже все время напоминать и назначать кому-то из коллег, приходит самому использовав данные. Ну, наконец, еще одно важнейшее заключение, которое звучит следующим образом. Первый контакт с врачом имеет очень важное значение для прогноза заболевания. Ну вот, исхожу из собственного опыта. Если пациент, пожилой пациент, поскольку я веду прием в поликлиническом отделении гериатрического центра, если пожилой пациент обращается с такой с болью в спине впервые, или, по крайней мере, предыдущий эпизод был, ну, очень-очень давно, больше десятилетия назад, то есть какие-то спорадические случаи, то в моей практике могу сказать, что практически 100% мы их излечивали. Совсем другая история у тех пациентов, которые, все остальные, то есть не первый раз, их действительно можно добиться ремиссии, и через какое-то время они снова появляются на приеме. Вот, ну, такова статистика. Безусловно, это, конечно, это зависит от самого пациента, но, опять же, каждый из этих пациентов когда-то заболел в первый раз, поэтому в самом начале нужно разобраться с причиной и попробовать назначить эффективную схему лечения и добиться полноценного восстановления. Пандемия COVID-19 вносит свои коллективы в нашу деятельность, поскольку боль в спине самая частая, частый вариант болевого синдрома этих пациентов очень много на приеме, то не обходится и без тех, кто либо переболел COVID-19, ну, или хотя бы сделал профилактическую прививку. И мы в работе видим различные варианты последствий этих заболеваний или лечебной профилактической интервенции. Поэтому давайте посмотрим на два момента, которые можно сегодня выделить в отношении вот этих аспектов. Как COVID, например, влияет на боль в спине и, главное, на лечение. Смотрите, очень интересный факт. Ведь вроде бы не секрет, что COVID несколько утяжеляет состояние в отношении боли в спине. после COVID пациенты приходят, говорят, да, вот поболела COVID, разболелась спина, снова ли усилилась боль. Поэтому на графике красным подчеркивается, что да, часть пациентов попали именно на такую траекторию болевого синдрома, в результате чего мы вынуждены начать очень интенсивное лечение, обязательно малоинвазивными методами. это в данном случае даже не обсуждается, нужно ли их проводить или не нужно, стоит ли выполнять какую-то процедуру, скажем, только лишь фармакотерапию и попытаться что-то сделать. Чаще всего это, опять же, хронически больной, и оно течение или постоянное, либо интермитирующее. Часть пациентов в общем не особо заметили какое-то изменение в самочувствии, да, что-то, какой-то эпизод, может быть, ухудшение был, короткий, на день-два, когда была высокая температура, но все в целом остается безнадежно. Но удивительный другой факт. Часть пациентов испытывал облегчение после того, как переносили коронавирус на инфекцию. Ну, у нас недостаточно материала, может быть, мы сначала не особо отмечали этот факт, просто из-за разговора с понятным события, эти обстоятельства. И сейчас, может быть, имеет смысл действительно затеять такое исследование хотя бы про траекторию, а потом уже выйти на какие-то особенности лечения. Но так или иначе, есть пациенты, которые говорили, да, после COVID-19 у меня произошло смягчение моих болевых ощущений, но раз уж обратились, раз я рассказываю, раз я знаю об этой ситуации, то через некоторое время, ну, какая-то стандартная история о том, что возникло обострение вне зависимости от коронавирусной инфекции. Мне неудивительно кажется, что после вакцинации та же история наблюдается. Кто-то из пациентов может получить ухудшение течения заболевания, которое мы называем, ну, в целом, дегенеративно-диффузное заболевание позвоночника, ДДЗП, ну, и остеохондроз позвоночника, и у кого-то ничего не меняется, что чаще всего все-таки наблюдается, ну, а у кого-то имеется облегчение. Не так часто это встречается, это буквально единицы, тем не менее, такие пациенты бывают после вакцинации облегчение течения боли в спине. Давайте вспомним следующий факт, для того, чтобы, ну, каким-то образом нам с вами объяснить, что же все-таки происходит, а главное перейти к моменту лечения, что мы должны учитывать в лечении малонавазимными методами лечения боли в спине. Именно давайте вспомним следующий факт, это, конечно, цикличность системного воспаления. Вот такая вот схемка здесь представлена, на которой можно увидеть следующее, что в момент, не то чтобы инфицирования, в момент, когда определяются условия для развития системной воспалительной реакции самого острого инфекционного заболевания, резко взлетает концентрация провоспалительных цитокинов, а цитокин у нас это геологически активные вещества, которые управляют именно системным воспалением. Возникает вот этот наш любимый в кавычках синдром системно-оспалительного ответа, СИРС, ну, это достигается в кратчайший промежуток времени. Правда, конечно, заболевания бывают разные, кратчайшие это может быть для острой респираторной вирусной инфекции, для коронавирусной инфекции, но есть инфекции, которые отсрочены, которые имеют пик низкоотсроченный, то есть длительный инкубационный период. Но в то же самое время, в момент, когда начинается инфекционный процесс, запускается и другой процесс, который регулирует продолжительность системного воспалительного ответа, начинает плавно, медленно нарастать концентрация противовоспалительных цитокинов, например, интерлекин-10, как пример, там еще другие интерлекин бывают. В дальнейшем, чем выше концентрация противовоспалительных цитокинов, которые противодействуют образованию противовоспалительных цитокинов, тем меньше концентрация и активность провоспалительных цитокинов. Вот наблюдается такой перекрест. И приблизительно на 7-10 сутки наблюдается пик концентрации противовоспалительных цитокинов. Этот синдром называется компенсаторный противовоспалительный синдром, CARS. Под этим нужно понимать однозначно, что это фаза иммуносупрессии, и сильнейшая иммуносупрессия, это та иммуносупрессия, о которой мы хорошо знаем, что после перенесенного инфекционного заболевания есть фаза, когда функции активности иммунитета резко снижена, и здесь есть ли заразиться каким-то другим заболеванием, поскольку на то, что на перенесенное заболевание уже образовались антитела. Ну и еще через какое-то время, а может быть параллельно, но постепенно начинает формироваться уже иммунитет, образуется иммуноглобулины G и некоторые другие составляющие иммунитета, претерпевают изменения. И где-то вот на четвертой неделе мы уже имеем уверенный уровень антител, к определенной болезни, когда мы можем говорить, что этот организм, в общем, защищен. Вот в эту же фазу, когда проходит где-то приблизительно перекрест чуть-чуть раньше, до начала уже образования и накопления достаточного какого-то количества, порогового количества иммуноглобулинов, наблюдается иммуносупрессия. В этот момент, в общем, мы имеем риск заразиться заболеванием, другим заболеванием. И здесь нужно быть особенно осторожным. Конечно, это все откладывает отпечаток на наши подходы в лечении боли в спине. Итак, боль в спине лечится, как мы знаем, глюкокортикоидами. Это очень важная составляющая малоинвазивных технологий лечения боли в спине. Очень важный аспект, мы чуть дальше дойдем, конечно, это место, куда нужно вводить. Важнейшим аспектом является то, что глюкокортикоид, какой бы он ни был, когда действующий или продолжительный, какой-то большой длительности действия, он должен быть введен в место воспаления. Не в ягодичную мышцу, как иногда делают, вводя препараты длительного действия, или короткого тоже. Поскольку это все, понятно, концентрация немножко другая, другие происходят процессы. А вот локально, в место воспаления, тогда эффект будет максимальный. Глюкокортикоиды не безразличны для иммунитета, мы тоже это все прекрасно знаем. Глюкокортикоиды являются иммуносупрессорами, это используется в лечении гематологических заболеваний. Поэтому вот с учетом того, что идет пандемия коронавирусной инфекции, мы должны вот так или иначе учитывать этот факт. Ну что конкретно? Вышла вот такая статья в 2019 году, корейские исследователи оценили, разобрались, попытались разобраться, по крайней мере, с этой историей, что делать, инъекции стероидов должны быть выполнены для лечения боли в спине, но на фоне пандемии. Итак, здесь важнейшие аспекты этого исследования, они состоят в следующем. Начну с прививки. Относительно прививки. За 4 недели до предполагаемого срока вакцинации и 4 недели после, конечно, нельзя использовать глюкокортикоидные препараты. Нельзя слово все равно условное, но мы должны понимать, что введение глюкокортикоидов, а иногда требуется несколько доз, могут помешать процессу. Либо, скорее всего, что такая прививка будет просто неэффективной, малоэффективной, скажем так, каково последствия, если не соблюдать этот факт. Что касается самого ковида, то мы тоже должны понимать, что при перенесении ковида должно пройти время для образования полноценного иммунитета. Мы немножко все разные, мы имеем разный исходный уровень, на фоне которого мы заболеваем этим заболеванием, как острокоронавирусной инфекцией, и она течет тоже по-разному в связи с этим. Так вот, здесь глюкокортикоиды, конечно, могут сыграть, отрицательную роль в том случае, если вдруг перед тем, как заразиться, была выполнена такая инъекция. Ну, а после ковида, конечно, инъекции нужно отложить как минимум на 4 недели, но в целом речь идет, хотя не точно, да, но все-таки лучше 8 недель. Вот такие есть предположения пока. Что касается самой терапии, то здесь вот представлены различные варианты. Для анестезиолога интервенционные методы лечения являются, ну, таким основными методами, то есть это наш хлеб фактически, это малоинвазивные методы, которые включаются инъекции местными анестетиками и локальное применение противоспалительных препаратов, то, о чем мы с вами говорили. Но в тех случаях, когда предстоит вакцинация, то есть назначен срок вакцинации, прошла вакцинация или перенесен был коронавирус, ну, сложно предположить, когда заболеет человек, а только если в семье что-то случилось у кого-то, значит, нужно ожидать. Но это тоже должно быть учтено. Нужно использовать какие-то другие методы лечения. И, конечно, основной упор делается на фармакотерапию, на противоспалительную терапию с учетами всех тех побочных эффектов и возможных осложнений. Лечебная физкультура по возможности нужно более внимательно относиться к этой процедуре, к этому методу. Это очень эффективно, повторюсь, но при правильном использовании, при правильном назначении схемы. В интернете очень много различных схем, поэтому пациентам очень тяжело сориентируется. Иногда настолько вычеркные движения нужно им выполнять, что это или удивительно, или очевидно, что, наверное, этого делать не стоит. Пожилому человеку в какую-нибудь там позу, не будем говорить, крокодила, но в каком-нибудь лотосе даже, понятно, что тяжело как-то разместиться и близко к такого роду упражнения выполнить. Физиотерапия. С физиотерапией нужно быть аккуратным, ни в коем случае нельзя попасть в острую фазу инфекционного заполевания, остро коронавирусной инфекции. Психотерапия, в общем, понятно, что в острую часть при лечении вот обострений особого значения не имеет, это все-таки хронические варианты, тем не менее, о ней забывать нельзя. Ну и хирургические вмешательства. Ясно одно, хирургическое вмешательство в такие периоды времени лучше отказаться, только лишь если есть абсолютные показания к немедленной операции. Показания экстренные, безусловно, выполняются в тот момент. Ну и вопрос, куда и зачем, мы, в общем, поднимали, естественно, вопрос неоднократно, еще раз повторять, но тема боли в спине, так же, как и послеоперационная обезболивание, должно постоянно-постоянно быть вот на слуху, потому что появляются какие-то новости, даже они пусть будут небольшими, но тем не менее, они могут нам, в общем, нашим пациентам очень помочь. Начну еще раз, вот таким образом выглядит большая грыжа, секвестрированная, но если даже не говорить, что здесь прям секвестр уже образовался, но он с вероятностью 99% здесь будет образоваться. Вот, наверное, секвестр можно говорить, вот здесь внизу сам. Вот другой пациент, вот снимок, вот грыжа при сагитальном срезе, вот горизонтальный срез вот таким вот образом, грыжевое упячивание сдавливает корешок, прямо вот здесь вот в межпозвонковом отверстии, что мы можем визуализировать, подчеркиваю, понятно, что здесь нам как можно раньше снять воспаление, вот это вот сойдет отек, когда станет намного легче. Ну и обращаю внимание на фасеточные суставы. Специально подобранный срез, вы видите, вот здесь, где просвет, это нормальное состояние фасеточного сустава, там, где затемнение, здесь есть воспаление или анкилозирование, все зависит от динамики, соответственно. И вот эти места тоже могут быть источниками боли. Поэтому понятно, что такого пациента нужно лечить, вводя какие-то противовоспалительные препараты. Напомню, что эпидуральное введение стероидов у нас в стране не разрешено, поэтому в окружающей ткани как можно ближе. Но фасеточный сустав можно ввести, и можно ввести вот с латеральной стороны возле межпозвонкового отверстия. Но если случайно вы пройдете мембрану, то тоже будет хорошо. Вот эта дискография, вот показан такой немножко разрушенный диск. Немножко это дело такое слово. Такое, что тут важно, насколько интенсивное ощущение пациента. Паравертебральная блокада является тоже основным нашим инструментом, методом лечения боли в спине, потому что имеет сравнительные частые осложнения, мы их хорошо знаем, профилактируем, поэтому из этого доступа можно много что сделать. Вот смотрите, кадр, стоп-кадр из видеофильма из какой-то американской клиники. Обращаю внимание, что у них, как и у нас все, как и у людей, у простых, пациентка с болью где-то в области шеи, над плечей, в собственной одежде, никто никуда не переодевается. У врача ведь не очень такая легко обрабатываемая одежда, немножко такая варсиста. И еще метод сухой иглы используется. Вот так проводится везде, не только у нас. У нас даже, наверное, местами лучше условия для выполнения. Ну вот он, паравертебральный доступ. Вы видите, какие точки могут быть достигнуты из этого доступа. Понятно, что уровень по отношению осисти к отростку может быть разный, но 3 см, прошу, очень поперечного, конечно, да, 3 см от осисти к отростку, и уровень разный относительно поперечного отростка. Это может быть даже выполнена эпидуральная инъекция местного анестетика. Можно попасть в оситочный сустав, можно вести к, попасть, ну, все-таки, к корешку подвести. Можно местный анестетик, глюкокортикоиды, можно к нерву подвести, и даже к боковой поверхности, а то и к передней, здесь все-таки больше угол должен быть, но к боковой поверхности позвонка. Очень хороший доступ. Для облегчения у нас есть методы навигации, рентгеновская навигация, ну и угрозвуковая навигация. В общем, мы сейчас живем гораздо лучше, у нас все проявляется, вот это вот оборудование. Видите, даже в поликлинике, даже в кабинете специалистов по лечению боли есть отдельный прибор, и хорошего уровня, не говоря уже там о гинекологах, урологах и прочих специалистах. Понятно, что в амбулаторных условиях нужно использовать препараты короткого действия, здесь они представлены. В общем-то, здесь, наверное, ничего нового, но, может быть, здесь какая-то оговорка, проскочила информация о том, что санафи прекращает свою деятельность, ну не полностью, понятное дело, там какие-то есть какие-то вариации, что будет, что не будет, но санафи производит и один из известнейших местных анестетиков, ультракаин. Вообще-то это артикаин, поэтому его может не быть, но вот у нас отечественный появился. Здесь на представленном слайде вы видите сравнительные какие-то характеристики трех местных анестетиков короткого действия. Вы можете увидеть, что новокаин, понятно, делает талонный, единичек здесь много относительно новокаина. Вы видите, какая разница между лидокаином и артикаином. В общем-то, препараты близкие. Наибольшая разница может быть в том, что константа диссоциации разная, вы видите, поэтому новокаин очень плохо действует в испаленных тканях, а лидокаин и артикаин там более эффективны, поэтому это мы, конечно, учитываем. Коллеги, что ж, я перехожу к практическим рекомендациям. Итак, начнем с того, что нужно, конечно, тщательно проводить сбор анамнеза, в особенности инфекционного, поскольку идет пандемия COVID-19. Мы должны учитывать срок перенесенного инфекционного процесса, мы должны учитывать пандемиологическую ситуацию в семье пациента или на работе, сроки проведения прививок и, конечно, периодичность иммунного ответа. Безусловно, должен быть индивидуальный подход к проведению процедуры. Это выбор наиболее подходящего места, анестетика минимальная, аффективная концентрация, ступичное ведение, подходящее положение тела пациента с бананом, с аэргологическим, в частности, соблюдение рекомендованным производителям, место ведения и дозы. Коллеги, дозы очень-очень важны, особенно связанные с лидокаином, там рекомендации могут быть от 200 до 800 одноразовно. Ну и объективный контроль, аспирационная проба, еще раз повторяю, очень важна аспирационная проба, чтобы избежать внутрисосудистого ведения, тогда мы практически, если не попадаем в сосуд, то резко минимизируем частоту побочных эффектов. Ведение пациентов с болью в спине, на фоне пандемии COVID-19, имеет особенности, которые нужно учитывать в практической работе, мы сегодня об этом обсудили. Более, в случае, приглашаю к нам поучиться на кафедру, на цикл технического совершенства, диагностика и лечение полевого синдрома. Ну, на этом я остановлюсь. Спасибо большое за внимание. И, господин Артурыч, если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Вопросы, несомненно, есть. Так, сейчас. Дмитрий Трисович спрашивает, можно ли Алладинию после пересесенного диагностика ЗОСТа считать болевым синдромом и чем ее лечить? Уважаемый Дмитрий, Алладиния является симптомом с определенным механизмом действия и встречается при ряде заболеваний. Поэтому, действительно, при посткриптической невралгии, комплексно-региональный болевой синдром, ну, может быть, послеоперационная боль, может быть, тоже с Алладинией проходить. Поэтому, нет, это не заболевание, это симптомы. Ну, и еще, можно сказать, и лечиться центральными энергетиками, так, чтобы уже окончательно ответить на ваши вопросы. Спасибо. Евгений Горбачев спрашивает. Алексей Евгеньевич, спасибо вам большое за лекцию. После спинальной анестезии пациенты иногда жалуются на боль в области укола. Говорят, что до укола не попалело. Действительно, это довольно связано с уколом. И как абсолютно речи. Уважаемый Евгений, скорее всего, да, здесь есть определенная доля вероятности, но мы проводим метод Альго-моделирования. И вот, если представить какие-то модели, которые бы могли объяснить это состояние, то все упрется, в любом случае, в воспаление. То есть, было какое-то скрытое ли воспаление, ну, в общем, то, которое не бросалось в глаза ни пациенту, ни нам. И действительно, после того, как мы наносим там механическое повреждение, это воспаление, я не говорю септическое или асептическое, скорее всего, асептическое, потому что асептический процесс, он все-таки такой более яркий, то возникает активация вот этого асептического процесса, то, что мы видим. И иногда, в некоторых случаях, асептический процесс идет вдоль позвоночника и проявляется даже тяжелейшей головной болью. И могу сказать, что вот за, сколько, 15 лет я видел трех пациентов, одна из них сразу после родов, и действительно тяжелейший головной синдром, вот ничем другим не объяснить, как таким. Даже, коллеги, я не говорю о достоверности, но практически асептический именингит так возникает после вот такой травмы, твердой мозговой ручки. Но это предположение. Спасибо.